Добрый день, друзья! С вами Михаил Маркелов, и я расскажу вам, что интересного на этой неделе произошло в Сарове, по моему мнению. И если вы хотите увидеть это видео в пятницу, а не в воскресенье, то подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там оно появляется раньше. Друзья, в городе введен карантин по бешенству до 29 августа. До этой даты в Сарове запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок собак, торговля животными и вывоз животных за пределы города. А также реализация сырого молока. Об этом говорится в указе губернатора Нижегородской области, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Кстати, в Сарове готовы привить всех домашних животных абсолютно бесплатно. Прививать их прямо на месте готовы специалисты госветуправления, которые находятся на Кирова 41, их телефон 4-92-00. Первый в этом году пожар тушили в Мордовском заповеднике. Горело, кстати, совсем недалеко от нас, в поселке Сатис. Возгорание было обнаружено 2 июля на площади около 1 гектара. Уже 3 июля с ним удалось побороться, а затем была произведена проливка очага. В операции участвовали 20 человек и 7 единиц спецтехники. С воздуха же работали беспилотники. Сотрудники заповедника благодарят РФИАЦ ВНЕФ и МЧС за содействие. По такому случаю в наших лесах был введен 5-й класс пожароопасности. Действует запрет на посещение лесов и разведение костров на участках окололесных массивов. Не шутки, друзья. Саровский водитель, избивший инспектора ДПС, отправится на 2 года в колонию. 16 декабря 2017 года в районе полуночи Саровчанин Е. 1991 года рождения был задержан инспектором ДПС. Инспектор, как полагается, представился, показал удостоверение и попросил водителя предъявить документы на право управления автомобилем. Е. находился в состоянии алкогольного опьянения и не только отказался выполнить законное требование, но и нанес полицейскому телесные повреждения, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести. В судебном заседании подсудимый Е. свою вину признал. При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящейся к категории тяжких. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены наличие на иждивение у подсудимого бабушки, болеющей хроническими заболеваниями, состояние здоровья самого подсудимого и признание им вины. Приговором суда Е. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданин Е. был взят под стражу прямо в зале суда. Суровое наказание, но, на мой взгляд, справедливое. На представителей закона руку поднимать нельзя. Это табу. Поэтому зачастую наказания жестокие, показательные, но как есть. Я считаю, что это оправдано. Саровские инженеры создали уникальный фотонный суперкомпьютер. Вычислительные процессы на этой машине осуществляются с помощью взаимодействия импульсов лазерного излучения, а не на работе электронных компонентов, как в обычных компьютерах. Автор разработки, главный научный сотрудник Института теоретической и математической физики в НЕВ Сергей Степаненко отметил, что FVM необходимы для решения задач, с которыми не могут справиться обычные суперкомпьютеры. Если для супер-ЭВМ потребуется здание площадью с футбольное поле, то такая производительность может быть достигнута FVM, которая помещается в пол-литровой кружке, и отводимое тепло составляет около сотни ватт, меньше, чем у кипятильника, сказал Степаненко. Он подчеркнул, что фотонные технологии позволяют в десятки или сотни раз уменьшить потребление энергии. За уменьшение потребления энергии не переживаю. А вот за успехи саровских инженеров радует. Научная мысль работает и во благо. Здорово. Застройщик С заплатит 600 тысяч рублей за то, что не сдал квартиру вовремя. Гражданин Д заключил с ООО С договор, по которому застройщик обязался до 30 июня 2017 года передать построенную в многоквартирном доме квартиру. Добросовестный гражданин Д внес всю сумму по договору, а это 6,5 миллионов рублей. Но квартира была передана новому хозяину только 21 октября 2017 года, так как все это время застройщик устранял недоделки в жилом помещении. Через суд недовольный гражданин взыскал застройщика. Неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору 413 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 2 тысячи рублей, штраф в размере 207 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины 5 тысяч рублей. Да, всего в 2 тысячи рублей у нас суд оценивает моральный вред за полгода ожиданий. Не сильно мы, мол, разведены на 6,5 миллионов рублей и переживать не должны. А заявитель молодец, право свое отстоял, компенсацию получил. Эти итоги недели записаны при поддержке группы компании 2АЯКСА. Вся реклама в Сарове. Смотрите телевидение Сарова на телеканале Волга на 21-й кнопке пакета ТКС. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, дизлайки. И помните, вы сами на это подписались. Субтитры делал DimaTorzok